Продолжение следует... Какая-то есть благородство, какая-то такая патина, да? Ну, сентиментальная с ней есть еще такая, знаешь, там, ну, ностальгия. Ты тоже серьезно так этому... Кстати говоря, мы, наверное, может быть, когда обсуждали ностальгию, путали его много с примешиванием сентиментальности? Нет, она там присутствует, я думаю, и там присутствует. А вот теперь можно такую, как бы, то, что называется, отрицательную, такую неправильную эмоцию зависти попытаться оценить. Опять же, исходя из того, как она относится к нашему бытию, да, вот, как мы себя ощущаем в зависти, да. Если так можно выразиться, просмотреть зависть, как своего рода и экзистенциал, да, если хотели находить, как выражаться. Ну, вот я вот вижу, просто для меня, на самом деле, эта эмоция достаточно характерна, хотя, конечно же, она неблагородная, и себя находить в этой эмоции, как бы, там, неприлично. Кому ты можешь завидовать? А? Кому ты можешь завидовать? Сейчас в меньшей степени, а когда я был молодой, я постоянно... Ну, и не только, я говорю, многим завидовал. Почему там? Зависть ведь такая... Ведь в чём, как я вижу, смысл зависти? Зависть состоит в том... Смысл, что, во-первых, есть какая-то соревновательность, да, сравнение самого себя с другим. Во-вторых, в том, что другой чего-то достиг, а ты ещё нет. То есть, зависть состоит в том, чтобы стать таким же, как другой. Или его обогнать. То есть, зависть, опять же, я почему-то всегда высказываюсь со стороны нацеленности, в ней есть нацеленность, да. То есть, она, с точки зрения того, как она стимулирует человека к действиям, она, на самом деле, является положительным качеством. Например, во многих смыслах я анализировал свою жизнь и заметил, что именно зависть двигала меня. То есть, я, например, завидовал каким-то людям, что вот они что-то имеют, а что-то могут, да, и старался добиться такого же, чтобы и у меня это было, да. Люди завидуют, что... Ну, причём это имело смысл не того, чтобы не какого-то материального, да, там, обретения. А это именно того, чтобы чего-нибудь достигнуть, допустим, иметь такое качество. Там, допустим, быть сильным, там, быть смелым, там, да, или там, когда выраст, там, быть умным. Двигатель прогресса. Зависть двигателя прогресса? Ну, вы так говорите сейчас. Да ты держишь следую описание, в руках так говоришь, и естественно. А что это? Возьму за опытом. Ну, вот. И говоришь зависть. А? Это грех, зависть. Ну, я же это говорю с очевидной для всех долей иронии. Да? Да, я думаю, что это очевидно для всех. Ирония, это всё хихиха. Зависть, наверное, точно так же есть и отрицательная сторона, и положительная. Положительная сторона зависти, если она действительно стимулирует для движения. То есть человек видит, что другой человек достиг большего, да, и пытается этого уже достичь. Эта зависть, как бы, приобретает вот такие положительные обертоны. Ну, бывает, зависть, конечно, отрицательная, когда зависть, наоборот, стимулирует человека другому так навредить, чтобы он стал таким же, как ты, да. Ведь двумя способами мы можем выровняться. Одним способом мы можем догнать другого, а вторым способом того самого другого не изринуть до уровня себя, да. Стоптать, как бы, да, куда-нибудь, или там ниже, да, только куда-нибудь не изринуться. То есть зависть, она, в зависимости опять от того, в модусе активности она возникает или пассивности, она и стимулы, да, даёт разные. Если человек в модусе пассивности, то поскольку он понимает, что ему никогда такого состояния не достичь, он на самом деле будет искать средства. Ну, если всё-таки у него возникают потом пазлы, да, для того, чтобы другому как-то навредить, да. Чуть опасивность такая, да. А причём, да, видишь, зависть всегда нацелена, мне кажется, вот в отличие от ностальгии, которая действительно всё-таки может быть бесцельной, да, она может быть такой чисто переживательной с самоуглублённостью, да, вот такой историчностью, которая переживается вот прямо здесь и сейчас, да, и она самостоятельна, и она как бы вот самодостаточна. То, что цель всегда действует как некий недостаток, да, если есть цель, мы хотим достигнуть чего-то, нашу цель, то сама цель обнаруживает, что нам чего-то недостаёт. То есть, возможно, вот именно в завистье всё-таки присутствует вот этот вот недостаток, и ощущаешь себя в каком-то отношении по сравнению с другим недостаточной. То есть у другого есть, у меня нет, я чем-то недостаточным. Я должен этот недостаток восполнить двумя способствами. Либо я сам стану таким же, как тот, кому завидую, либо я незрину того, кому я завидую, чтобы он стал таким же, как я, и тем самым мой недостаток закроется, потому что и сравнивать будет не с кем. А ты когда-нибудь хотел незринуть вот так? Нет. Я всегда в зависти видел соревновательность, да, вот есть некого такой соревновательность, связанная с тем, что, ну, само слово «зависть», ведь мы же даже боимся оценивать свои переживания как зависть, да, то ли завидуем или не завидуем, и даже мы боимся назвать, потому что вот это вот переживание, которое я чувствую, является завистью, да. На самом деле, как бы, я, ну, перед собой всегда был честен, но старался быть честным, да, я, как бы, понимал на самом деле, что в данный момент я действительно завидую, но я всегда обращал к эту зависть, как бы, себе на пользу, я всегда старался увидеть в ней вот соревновательный момент, да, ты завидуешь другому, он, может быть, в чём-то тебя обогнал, но ты понимаешь прекрасно, что это соревнование, да, а в спорте оно же всегда так, как вот в любом соревновании. Кто-то первый, кто-то второй, кто-то успел, кто-то не успел. То есть здесь есть элемент везения, есть элемент разного старта. Например, один может стартануть, у него больше природных способностей, у другого меньше. У одного больше времени было, у другого меньше. У одного были возможности больше, у другого меньше. Поэтому всегда можно оправдать вот это различие. Главное, чтобы на нем не сосредотачиваться, а сосредотачиваться именно на соревновательности. Глядишь, может быть, в этой соревновательности ты, может, обгонишь и перегонишь и прочее. Я всегда именно сосредоточился на соревновательном вот этом аспекте, и мне это всегда стимулировало к чему-либо. С другой стороны, на самом деле, отсутствие зависти, я вот, например, воспринимаю как отсутствие солидарности к людям, потому что мы тогда завидуем другим людям, когда считаем их в чем-то себе равными, да, то есть, что они сравнимы с нами, да, что ты такой же, как он. Ты же не сравниваешь себя с людьми недосягаемыми, да, я же не буду себя сравнивать там с какими-то богами, да. Ну, там даже… То есть, ты имеешь в виду некоторым образом десоциализация, да? Да. Если вдруг… Я вам, кстати, заметил так. Человек исчезает в зависть… Не все завидуют тому, что у меня БМВ, не все понимают, что такое БМВ и вообще, как бы, машина. Они какие-то десоциальные, те же, как бы, знаковые вещи. Вот. БМВ, Мерседес, Ауди. Дело просто в другом, на самом деле. Дело, на самом деле, в том, что получается, несмотря на то, что зависть считается позорным чувством, оно делает людей солидарными, да, когда мы… Потому что зависть заставляет… Не зависть заставляет, а в зависти мы друг друга сравниваем, да, прямо когда мы с друг другом как бы солидаризируемся в чем-то. Я говорю, что я хочу быть таким же, как вот этот человек, да, и, то есть, в этом смысле я с ним солидарен. И это направление, которое он выбрал, и то, что он имеет, как бы, для меня является ценным. И я самого человека, тем самым, что ему завидую, возвышаю, да, я его делаю для себя чем-то ценным, да. И в этой вот, в возвышении другого, да, присутствует вот какая-то солидарность. Поэтому я всегда воспринимал как бы зависть как своего рода позитивную эмоцию, да, если, опять же, ее обращать именно в позитивные цели. А вот когда я достигнил уровня, и когда я понял, что мне уже некому завидовать, я вот почувствовал какой-то момент отделенности, да. Я вот понимаю, допустим, что в этом есть какое-то уже нечто нечеловеческое, да, то есть, как бы, вот, другие люди уже как бы… Блад, ты сверхчеловек. Нет, не я сверхчеловек, не я сверхчеловек. Дело не в этом. А дело в том, что ты теряешь связь с людьми, да. Да. Ведь, когда ты, например, двигаешься, ну, допустим, философией занимаешься, двигаешься к каким-то вершинам. И когда ты понимаешь, что рядом уже никого нет, сам, как ниже говорил, человек уже перестает быть человеком, он остается получеловеком, полуголом. Да, он как бы становится, как всего рода, таким… Вот у него про философа интересно есть такое сравнение, что нежность в руках философа – это все равно… Нет, доброта в речах философа – это все равно, что нежность в руках циклопа, да, это нечто невозможное. То есть, на самом деле, философ вот так как-то на мир уже взирает уже неморальными глазами. Блад, ты все объяснил для себя. Доброта в руках философа. То есть, на самом деле, дело не в этом, дело в том, что он покидает, как бы, вот эти пределы моральности, вот этой некой теплоты и близости. Зависть, на самом деле, такое чувство, когда мы слышим, чувствуем дыхание, да, другого человека, да, как бы, и сами дышим кому-то, может быть, там, зато, то есть, мы в соревновательности находимся, в этом есть какая-то вот социальность. Отсутствие зависти – это уже, в каком-то смысле, отсутствие человечности. Я вот так это воспринимаю. И, может быть, зависть не является, то есть, это все-таки тем переживанием, которого надо стыдиться, да. На самом деле, это вот то самое человеческое, слишком человеческое, да. Ну, во-первых, насчет соревновательности. Не совсем как-то тут хорошая соревновательность, потому что, если бы это было соревнование, как бы, обоюдное, объявленное, это одно. Но тот-то другой даже не знает о том, что ты с ним объявил какое-то соревнование. На самом деле, завидуешь ему, а он-то не знает. Это не обоюдное, как бы, действо. Нет, есть же соревновательность жизни, он-то логическое соревновательность жизни. Нет, ну, он-то и дело, что ты как бы пытаешься подвести онтологическую соревновательность жизни, и тем самым как бы убрать унизительный момент зависти, который состоит в том, что ты завидуешь, ты как бы обращен на обстоятельства, на сравнение, ты сравниваешь себя с другим. Ты активен. А другой в этот момент нет. то есть другой просто живет и как бы осуществляет себя вроде как он конечно тоже завидуют кому-то он конечно тоже это делает да но вот в этот момент он просто осуществляет себя как бы и самоценен и сам из себя порождает свой мир как бы а завидующий он порождает себя и сравнение гигеревские то есть он как гигеревский субъект да опять он как раб там знает а тут как господин выступает да вот и как раз пытаясь несанском смысле размышлять но что он зависть сводит мстительности сначала есть зависть да как бы и зависть причина что она делать на как бы другие возможности отсекает и только и только видишь одну возможность который завидует а ведь всегда вид такого же никогда не Бывает, что возможностей одна. Возможностей всегда много, и каждая осуществляет разные возможности. Но ты почему-то акцентуирован на чём-то одном. Чему, например, завидуют? Допустим, почему-то считается иметь хорошую машину, но это завидно, и ты видишь эту хорошую машину и акцентуирован на этом. Хотя, на самом деле, если ты более широких взглядов, и для тебя это всё равно, ты вдруг понимаешь, что глупо этому завидовать. То есть в зависти есть такой момент в оценности. И ниша его вводила отсюда мстительность. Что в зависти почему-то присутствует негативная составляющая, что человек обязательно мстит за то, что он завидует и мстит другому, чтобы другой стал такой же, как я. А почему вдруг вы не вернут иначе? Ведь всякую эмоцию мы на самом деле можем возвести себя в область. Он унижен неравновесным отношением. Ещё раз. Не потому, что у того есть машина, а потому что один сравнивает себя с другим, а тот в этот момент не сравнивает себя с ним. Если бы это было соревнование, если бы два бегуна бежали, и они друг на друга глядывались, один победил, всё нормально. А этот бежит сам по себе, он просто бежит на прогулке. А другой хотел бы бежать, но не бежит. И завидует ему. Тот даже не знает, как у него мысли. Хорошо, я согласен, что есть своего рода самоуничижение. В этом есть. Но мы должны понимать, к чему это может привести. Самоуничижение может привести к мстительности. Действительно. Отомстить другому за то, что ему больше повезло. Мне не повезло, ему повезло. А может за то, что я унизился? Стимулирую него? Нет, если я унизился, он за это ответил. Дайте сказать. Вот может быть даже вся эта мстительность, она вылится только в том, чтобы себя стимулировать, чтобы стимулировать своё саморазвитие. Может быть только в этом. Но это тоже не совсем честно. Человек себе тот. Живёт и живёт. Ничего его так особо не толкает. А ты вот так вот позавидовал и застимулировался, и так стал развиваться. И как бы это акселерат такой. Духовный. Понимаешь? Акселерат? Я на самом деле действительно по умолчанию просто рассматриваю всегда всякого рода такие настроения и эмоции, исходя из того, что мы ими можем управлять. Но я согласен с тем, что может быть иными эмоциями мы управлять не можем. Да, эмоциями-то можем управлять. Нет, нет, нет. Вот состояние так сильно захватывает зависть, что тут уже не власть в нём. Оно тебя тянет. Нет, нет. У него есть как бы структурные элементы, которые не обойти. Я как бы настаивал просто на том, что есть вот эта вот неравновестность, которую можно закрыть на неё глаза и думать о соревновательности. Но это уже как бы… Ты уже… На самом деле в этот момент ты уже уходишь от зависти. Ты вот говоришь, что ты зависть, а не думаешь так, но на самом деле ты просто от переживания зависти ушёл, от переживаний о соревновательности, там ещё чего-то. Мыслям даже, да? Ну это переводило во что-то. Да, ты трансформировал. Изначально ведь не слово. Слово-то нет изначально. Мы же что говорим? Мы говорим, что сначала есть некий феномен, который мы переживаем. Так вот феномен. Мы его называем зависть. А может быть он как-то по-другому называется, да? Может быть у него есть какие-то другие черты. И когда я говорю про соревновательность, я то же самое пытаюсь назвать просто по-другому. Потому что соревновательность, ну понимаешь, в другом смысле. Да, если на словоупотребление посмотреть, на всякие смыслы, которые люди используют, они как бы не соревновательность подразумевают. Потому что соревновательность она как бы нейтральна. Все понимают, что в этом есть что-то там греческое, олимпиады какие-то, соревновательность. Это всё понятно. А зависть как бы вот она ассоциируется в телевидении с каким-то таким вот как бы… А ты никогда не слышишь, что иногда люди говорят так, что ух, я тебе там… Белая зависть. Что-то есть, да, белая зависть. Он говорит, ой, я тебе завидую. И как бы этим самым они указывают на то, что хотят… На самом деле, что радуются. Да, что радуются за человека. Что настолько как бы вот у человека какое-то изменение произошло, что даже завидно, да? Потому что что значит завидно? Что у меня такого нет? Ну ты как бы запереживаешь, запереживаешь его радости. Поэтому не обязательно вот эта вот зависть, как ты сразу… Почему-то она сразу у тебя чёрная зависть, да, такая. Может быть, и зависть и белая бывает. Так вот, когда я говорю про соревновательность, а нельзя ли так каждый раз чёрную зависть переводить в белую? Нет. Я завидую тебе белой завистью. А он? А мне на чай. Не, ну понятно. Человек не на чай. Нет, я согласен с тем, на самом деле, что действительно в зависти возможен вот такой элемент, что, во-первых, ты сам себя унижаешь, а с другой стороны вот элемент бесконечного разрыва, да? В каком-то отношении, может быть, ты никогда не достигнешь того, к чему завидуешь. Потому что вот мы говорим о том, что вот наши желания никогда не оправдываются. Почему? Потому что мы желаем как бы невозможного. Всё, что мы представляем себе в качестве желаемого, оно идеально. А реальность, она как бы, она одна. А идеальность часто не вписывается в эту реальность. Поэтому может такое случиться, что зависть никогда не кончится, что человек, что бы с ним не произошло, он будет постоянно завидным. И там в модусе в этом находится, в модусе самоуничижения, да? И вот он постоянно… А сам себе завиду может быть такого? Да. Знаете, как можно объяснить? Это можно объяснить на уровне благородных людей и низменных, как рабов и господ. Об этом я ищу. То есть, что бы благородный не делал, какой бы даже мерзкий поступок он не совершил, он уже благородный просто по своему рождению. Он как бы знат, но у него как бы голубая кровь. То есть, на самом деле, благородные, даже как бы неприглядные поступки всё равно в модусе благородства совершает их. И как бы не завидовал этому благородству раб, даже если бы он будет совершать великолепные и благородные поступки, он всё равно изначально как бы раб, по природе раб, рабское у него там сознание и прочее. То есть, можно зависть ещё из такого изводить, да? Что может быть зависть, которая непреодолима никак, никакими твоими действиями она не может завершиться, поскольку вот есть непреодолимая граница. Раб завидует как бы знатному господину, и раб никогда господином не станет. Но… Ты как лунь. Послушай, всё-таки переживания. А в переживании, да, в переживании всё-таки я считаю, что… Переживание завершается не тем, что ты достигаешь там этой цели и сменяешь проблему, а тем, что приходит другое переживание, которое тебя отвлекает. Ну, в основном, да. Как бы не надо так слишком, может, логически… Подожди, а не бывает так, смотри, вот, что если человек находится в модусе… Это мы же говорили о том, что такое наслаждение? Это переживание бытия. Зависть – это одно из переживаний бытия. Получается ли так, что человек находится в модусе вот этой зависти, ему почему-то в этом модусе приятно находиться. Ты знаешь, вот это же, в свою роду, ангажированность, как бы, да. Вот есть, как бы, такое… Равнодушное отношение к бытию, да, как бы, такое рассеянное такое, да, вот какое-то такое. И в этой рассеянности мы, как бы, вот теряем, да, вот, само переживание жизни. А есть сконцентрированное, да, вот некая зависть, как бы, сконцентрированная на чём-то вот конкретно, да. И вот это конкретное приобретает всю, как бы, вот жизненность бытия, да. Вот в ней создачивается весь, как бы, центр мира. То есть не получается ли именно, что вот в зависти тоже можно вот довести своего рода вот такую вот жизнь, да. И ты, если ты достигнешь чего-нибудь, то зависть просто найдешь другой предмет для зависти, и будешь постоянно себя подстегивать от одной зависти в другую. То есть зависть станет, как своего рода, просто таким умонастроением. Которого, как ни с чем-то самооценно, которого ты будешь просто жаждать, безотносительно даже, к чему ты завидуешь. То есть самооценно, сама зависть. Такого не бывает? Бывает. Не, ну просто тут в чем проблема-то? Проблема состоит в том, что ты постоянно в модусе самоуничижения. Ты когда завидуешь, ты всегда там находишься в модусе недостатка. Это же не очень как-то приятно переживать, да. Что ты вот какой-то постоянно там второго сопла, да. Кто-то впереди, да. Он даже не знает, что он впереди. Ему как бы это даже не интересно, но для него это просто обычная жизнь. А для тебя это как бы вот средоточие жизни, да. Ты как бы пытаешься достигнуть, догнать кого-то. То есть если вот у человека нет проблемы с самооценкой, то для него это воспринимается как вот есть куда расти, как хорошо. Не, не, то есть вот существует, что зависть это вот это обида. Да. Вот. Это переживание неравенства, да. Несправедливости. Соответственно несправедливость, то есть вот мы не равны с кем-то, да. По материальным благам, по способностям, еще почему-то. А это несправедливо в случае. То есть на самом деле, если человек видит, что это справедливо, ну допустим, как бы тот много работал, что-то получил, а я нет. Если он это как следует видит, он в этот момент не завидит. То есть ты сейчас все-таки пытаешься концептуализировать. То есть ты переходишь, когда ты говоришь об обиде и о справедливости, это уже концептуализация зависти. Которая пытается зависть перевести вот в этот ключ, как бы более благородный. Вот например, пролетарии завидуют теми буржуазии, в конце концов, они говорят, что мы не завидуем, мы на самом деле хотим просто справедливости, мы хотим вот равенства. Обида, обида. Ну нет, я согласен, но они вот не говорят обида, обида опять же как что-то нечто неприглядное, а они говорят о справедливости. То есть на самом деле они завидуют, на самом деле они обижаются, но они говорят о справедливости, о благородном требовании этого. Надо было обиду сначала обсуждать, чтобы дать вот эту тему. Это интересно. А можем и сейчас обиду, и обиду можем и сейчас обсуждать. Потому что от этого, это как бывает... Брось, потом. Там еще одна осталась всего. НЗ будет. Смотри. Так вот, это уже своего рода концептуализация и оправдание зависти. Вот наша страна все пыталась, с СССР, все пыталась догнать и перегнать Америку. На самом деле вот в этом догнать и перегнать опять же та же самая зависть. Просто завидую, что мы сейчас все съели, а ему уже не осталось. Да, давай ему сказать. Потому что направление, я говорю, всегда же можно зависть как убрать? Сказать, что направлений в жизни может быть много. Мы свои обычные, у нас есть своя какая-то особенность. Мы развиваемся по какому-то своему особенному пути. А Америка по своему особенному. Не согласен с тобой. А догнать и перегнать, это как раз как раз зависть. Не согласен с тобой, потому что некому это говорить. Еще раз. Тот, кому завидует, он не спрашивает об этом и не интересуется этим. Так он должен сам себе сказать. А если человек говорит сам себе, значит он уже завидует. Понимаешь? Естественно, он находится в любом месте зависти. Либо он бы там уже как бы действительно шел в другую сторону, он занимался чем-то другим, и у него бы вообще мысли не возникло, либо они возникли, значит он уже завидует. Это все понятно. Так вот, может когда он себе завидует, он не может перенаправить до этого. Как вот ты пытаешься концептуализировать это в виде справедливости, и говорить о какой-то справедливости. Вот несправедливо, Америка допустим в войне, на ее территории войны не было, вот инфа везло, экономика развивалась и прочее. Нет, нет. Ты пойми, что не факт, что это несправедливость, она объективная несправедливость. Это переживает несправедливость. То есть кто-то считает, что вот там несправедливо, что у него что-то есть, а может на самом деле это все и справедливо, это как вот здесь покопаться, разобраться, если вообще так можно такими категориями рассуждать о жизни. Как революция-то случается? Ведь нельзя же говорить, что люди понимали концепцию Маркса, все вот там, все вот эти революционеры, массы пролетари, которые участвовали в восстании, они в буквальном смысле скорее всего просто завидовали, либо обижались, и концептуализировали только свою обиду и зависть на самом деле в виде того, что они совершают справедливое и благое дело, что они на самом деле в своем праве потребовали от эксплуататоров отдать свои средства, экспроприировать экспроприаторов. То есть они видели в этом уже как бы, то есть это в свое родное оправдание того чувства, которое вот внутри там, в клокок-клокочек. Причем здесь вот, смотри, тут что интересно, тут совместно как-то участвуют зависть, обида и гнев. Потому что как бы тут вот когда зависть и обида начинают и приобретают вот характер активности, да, когда они вот требуют какого-то усилия, какого-то действия, в общем-то они перерастают в гнев. Причем этот гнев, даже в песне как-то поется, праведный гнев, что-то в этом роде. То есть гнев, он еще и праведный почему-то. И более того даже про Великую Отечественную войну, наверное, поется. И про Великую Отечественную войну можно сказать. Ну праведный гнев бывает по разному поводу, понятно, да. А самое, что интересно даже, почему-то вот именно гнев, да, вот он такая амбивалентная эмоция, которая даже вот, допустим, в крестьянстве, она неоднозначно трактуется. И гнев Божий, да. Да, бывает гнев Божий, бывает праведный гнев, да. Бывает гнев как бы как некая страсть, как некое грековное состояние, а бывает вот гнев вот как раз, который правильный, да. То есть… Мы говорили об этом. Да, мы об этом говорили, вот об этой амбивалентности. Так вот, не получается ли здесь, что вот эта вот зависть и обиды, вот они провоцируют этот гнев, который почему-то смотрится именно вот в модусе праведности. Когда вот возникает концептуальность, что вот я завидую, да, вот я обижаюсь. Так, наверное, не зря. Это же просто справедливое чувство у меня вырастает. Всегда справедливое. Почему псевдом? Иногда, наверное, и бывает справедливое такое. Ну, иногда бывает. Просто зависть, видишь, получается такое хитрое чувство, оно лукавое, скажем так. Ну и причем, вот нет, вот еще можешь добавить, что действительно, ну и к твоим первоначальным замечаниям, что не обязательно, чтобы тебе что-то прибавилось, может быть и у него что-то отнялось. Потому что должно быть подтверждение, что он, допустим, кто-то там другой несправедливо получил то, что получил. Вот если у него, допустим, судьба отнимет это, она как бы покажет, что на самом деле это было случайно. Что вот она случайно дала, случайно отняла, значит все в порядке. Как бы справедливость не нарушена, да. То есть не так, что ему там как бы вот что-то несправедливо дано. Поэтому вот она может отнять, вот, и тогда мы облегченно вздохнем. Есть какая-то поговорка про соседей там, что-то там, типа там, главное, чтобы не у меня что-то случилось, а главное, чтобы у лошади у соседа как-то умирала, какая-то такая поговорка смешная есть. Где логика как раз вот логика зависти, да, на самом деле. Да, вот этот аэкдот про то, что все, что я тебе дам, у соседа появится в два раза больше. Человек себе руку отрубил, попросил отрубить, что у соседа обе руки пропают. Так вот, все-таки в зависти я все-таки наставил, что соревновательный момент присутствует на самом деле, конечно. Другое дело, что вот она вот из-за лукавства, да, вот этот соревновательный момент сейчас вот именно приобретает такие обеты. Она, да, давай как бы навредим. То есть, любые средства, любые средства часто в таком соревновательности кажутся возможными, да. И революция ведь отсюда и вырастает, на самом деле. Что кажется, что сначала как бы ты оправдываешь то, что у тебя ничего нет, как бы оправдываешь какими-то концептуальными средствами, потом, то есть свою зависть и свою обиду ты понимаешь как некий праведный гнев, а потом отсюда возникает уже и действие соответствующего характера. Это почему у тебя жену? Ну что, одну жену нормально, а четыре, представляешь? Вот, и ты как бы и себе хорошо, и ему плохо. Я могу сказать про себя, у меня вот такие интересные вещи были, допустим, про поводу зависти. Я почему-то часто у меня радовался, ну когда в школе учился еще, что допустим, кто-то выйдет в доске и что-то рассказать не сможет, ему двойку поставит, и мне как-то приятно. Хотя, казалось бы, какое-то ко мне отношение не имеет. Что, серьезно было приятно? Да. Меня так мучило. Когда другому плохо, мне иногда было приятно, это было как бы так грустно, немножко так неприлично, ну как бы я просто ощущал это. А мне было, знаете, что приятно? Фактически ощущал. Мне было приятно, когда после какой-то контроли там я одна решила правильно все, или там написала все. Тут же еще есть тщеславие, нет, ну давайте все-таки, смотри, тут все-таки есть тщеславие, когда ты уже наверху, и никто не смог, это уже тщеславие тогда, мне кажется. А зависть-то когда-то это внизу. Конечно, да. Вот уходит человек, как бы, он ответил плохо, да. Тебе хорошо, что вызвали не тебя, что ему плохо, тебе хорошо. То есть это все-таки не зависть получается, да, это что-то другое. Другое, да. Но вот на самом деле это даже не тщеславие, потому что тщеславие это не тоже что-то зло. Злорадзву это называют там. Так а откуда, почему злорадзву? Злорадзву это когда-то… Смотри, это опять же, злорадзву опять же из сравнения, да, и тщеславие из сравнения возникает. Вот тут мы сейчас говорим о таких эмоциях, которые возникают из сравнения людей. Вот люди друг друга себя сравнивают, и возникает как бы, с одной стороны, тщеславие, да, как бы возвыситься на других, да, как бы прославиться. С другой стороны, злорадзв возникает. Опять же, кто-то там унизился, там кто-то случайно впал, как бы, да, кто-то случайно ступился, а тебе… А ты там самым поднялся косвенно, да, вот таким случайным образом. И тебе как бы вроде хорошо вот это… Такое вот странное постоянное движение вверх-вниз там. И с другой стороны, опять же, вот все они, из того, что люди сравниваются, все они являются все-таки ощущениями солидарности. Когда люди друг другу сравниваются, да, когда они друг другу завидуют. Недаром речь идет о соседей, да, заметьте, о соседей имеется речь, да, что вот здесь есть некая солидарность. Когда люди друг другу завидуют, когда они друг другу сравниваются, когда они пытаются там тщеславиться, там, или злорадствовать, там, то в этом во всём есть как-то человеческое. Это как-то всё нам близко. Ну а если человек уже никому не завидует, если уже никак не чеславится, он как бы уже вообще отъединился от людей, он как бы себя с людьми не сравнивает. Он как вот уничтожит такое сравнение, там где-то во льду, в горах, где-то там на каких-то вершинах, куда никто к нему добраться не может, там в белой какой-то башне, слоновой кости живёт уже. Ему уже не до человека, понимаешь? Десять тысяч там, как столько? Десять тысяч, по-моему, метров над уровнем человека есть какое-то такое сравнение у Ницше. То есть он уже как бы почти не человек, понимаешь? То есть, ну это уже согласится, что всё-таки это уже ни о какой солидарности здесь с людьми уже говорить нельзя. На самом деле, вот просто, я почему каждый раз апеллирую к Ницше, потому что именно Ницше, он один из тех философов... Ну а как можно быть с ним и солидарным, ты посмотри? Который просто очень много на эту тему говорит и размышляет. Это же ужасно, солидарно. Они требуют, почему ещё идти, людишки, солидарности. А как это? Ну вот, видишь, что-то... Людишки, ты можешь тоже людишки? Это у вас почему-то людишки? Давай, людишки, давай, выпьем и поговорим про какую-нибудь глупость. Давай, хихиха-ха, давай, давай, хихиха-ха. Ну, людишки, людишки, ну всякие там. Вот, давай, хихиха-ха. Вот это на работе? Нет, а вот ещё про обиду. Вот про обиду, что интересно. На самом деле в обиде есть другой момент. В момент ожидания. Вот, например, ты чего-то ожидаешь от другого человека, а оно не исполняется. Допустим, ты ожидаешь от другого человека, что он подарок тебе подарит на день рождения, а он не дарит. Или что, допустим, навестит тебя 12 мая, а он не навещает. Или когда что он обратит на тебя внимание, а он не обращает. Или когда похвалит, а он не хвалит. То есть в обиде, на самом деле, присутствует своего рода обманутое ожидание. Мне кажется так, что вот. Потому что трудно бежаться, например, хотя это на самом деле можно, на камень можно бежаться? На камень. Едешь, например, на велосипеде. Нет, ну как бы. Подтекаешься на камень. И камень виноват. Нет, люди обижаются на жизнь. Так, почему их не бывает? На жизнь обижаются люди. На как бы на... Нет, на самом деле, когда они обижаются на жизнь, они обижаются реально либо на самого себя, либо на Бога. Тут как бы вот есть такая обида. На жизнь обижаться как можно? В основном, жизнь на Бога, я думаю, на Бога и обижаются. В основном. Просто я говорю, в обиде есть вот обманутые ожидания, мне кажется. Это все-таки нечто другое по сравнению с завистью. В зависти не обманутые ожидания, в зависти ты прекрасно понимаешь, чему ты там завидуешь, ты видишь, что у тебя вызывает зависть. В обманутых ожиданиях, просто обида, классическая обида, не знаю, там детская. Вот там обидели какие-то ребята там кого-то, вот я тогда как бы обиделся на вас, я с вами играть не буду, и ходят там играть один. И сам же себя как бы условно говоря и наказывают, потому что они там дальше играют, а он-то как бы обиженный, еще больше переживает свою там, от уровня, от людей и так далее. Ну, мы же говорили, что в этом есть наслаждение, переживание, собственно, бытия. Это может быть наслаждение, может быть нет, не знаю. Но суть в том, что... Но в обиде женщины, знаешь, какой момент присутствует? В момент присутствует досадить другому тем самым, что ему отплатить тем же, на тебя внимание не обратили, и я не буду обращать на тебя внимания. Тебе подарок не подарили, и я тебе ничего не подарю. И так далее. То есть обида – это способ, каким образом можно отомстить еще, да? То есть твое ожидание обмануто, а обида – способ отомстить. То есть она как бы... Способ какой? Что вот уединиться, отойти, не общаться. Ну вот тут есть какое-то отворачивание. То есть обидность – это как бы отвернуться, нет? Ну тут что... Мне-то на самом деле что интересно, что бывает эмоции, которые связаны всегда с двумя людьми, то не бывает. Вот эмоция, допустим, зависти, эмоция обиды, да? Это то, что... Это эмоции, которые всегда касаются двух людей. Да, да. А вот, например, все-таки ностальгия, она не касается двух людей. Это вот эмоция твоя, отъединенная и экзистенциальная эмоция. Ну вот пройди душу. Там даже песня была такая, там что-то не подходи ко мне, я обиделась там что-то. Мне этот укупник там не упел, или что-то. Вот. То есть, это двух людей касается, но при этом это как раз вот такое обида, отгораживание. То есть, это как отворачивание такое. В обиде мы как бы мы обижаемся и вот так, отталкиваем миски то ли. Не знаю. Ну что интересно, что просто я вдруг, ну мы вдруг вышли на то, что все-таки получается эмоции будет интереснее. бывают как бы эмоции двухсоставные, да, или как бы там биполярные, что ли назвать, а бывают однополярные, то есть, бывают как бы сингулярные эмоции, да, и дуальные эмоции. Все-таки вот обида и зависть, это дуальные эмоции, они требуют двух людей, пока я не имею. Я не думаю, что можно Богу, например, завидовать, да, или там. Не, но обидеться на Бога можно. Да. За обстоятельства. Но вообще-то Бог все-таки другой, на самом деле. Другой. Опять же, дуальность присутствует. А сингулярность, сингулярные эмоции, это кроме ностальгии, какие у нас бывают? Радость у нас все-таки сингулярна, получается? Ну, наверное, да. в том, что мы всегда радуемся себе. Даже если мы за другого радуемся. То все равно радуемся себе. Другой, нет, другой тут как бы мы не всегда радуемся за другого, то есть он необязательный. Он просто в качестве предмета. Мать радуется за сына, а на самом деле она за себя радуется. Потому что сын не сию продолжение. Это не факт, что она радуется за себя, может быть, она радуется за сына. Ты как бы сейчас какую-то лишнюю философию проталкиваешь, с которой могут не согласиться, и поэтому отмести главный тезис, который состоит в том, другой поступает в качестве предмета радости, но не является структурно необходимым элементом вот этого переживания радости. Это не сообщение, которое обращено к кому-то другому, это не радость, что мы там, допустим, бывает, знаешь, это восторг, какой-нибудь, не восторг, а короче, бывает, когда мы, допустим, манифестируем что-то, вот оно обращено к кому-то, бывает обиды, которые на кого-то направлены, бывает еще что-то, а здесь просто как бы радость, радость, мы переживаем. А, вот как надо говорить, надо говорить, что они интенциональны, то есть вот эти вот обида и... Ну, интенционально, опять же, в качестве интенции выступает другое. Да. Радость-то тоже как бы интенциональна, но она... Но она стальгенжна, не интенциональна. Ну, какие-то... Она на самом деле, она своего рода вот такое переживание, конечно, у нее есть, наверное, объект, да? Ну, у нее как бы объект, он, ну, как бы мир, То есть он не какой-то там другой, не какой-то там человек, не какой-то субъект. Все-таки ты, это ты сам просто разорваный во времени. Скажем так, я бы так сказал, вот обида, да? Обида, зависть, они как бы коммуникативны, вот так можно было бы сказать, социальные. Ну, социальные, это другой тоже момент. То есть Богом, это не социально, понимаешь, если на Бога обижаешься, это не социально. Тут есть элемент коммуникации, то есть это может быть сообщение некоторое, То есть это так или иначе, как бы взаимоотношения, сообщение, то есть я вот обижаюсь, это я как бы тебе что-то тем самым хочу сказать. И так далее. Вот. А радость там, там никакой коммуникации не происходит, или ностальгии. Там предмет, может быть, есть этого переживания, но нет никакого сообщения, нет коммуникации. То есть получается злорадство все-таки, а может коммуникативно, в этом злорадстве, как тогда надо его понимать? Злорадство? Да. Потому что не просто же, допустим, радуешься, потому что другому просто так, а ты радуешься, потому что другому плохо, что-то там, случилось какой-нибудь там, неудача у него, или что-то в этом роде там, потеря какая-нибудь случилась. А ты думаешь, вот он теперь стал менее, как бы, да, в чем-то там, в чем-то ущербном стал, и тебе как бы, поскольку у тебя, допустим, с этой стороны все в порядке, тебе как бы так вот, злорадно там, как-то тихая такая радость, подлинненькая такая, мелкая такая, знаешь? Нет? Может, она большая такая. Нет, может, она и большая, или все-таки злорадство, это на самом деле, просто другая сторона зависти. На самом деле, мы же говорили о том, что завистили человек хочет, чтобы другой, может быть, выровнен за своего уровня, а злорадство, это просто сопровождает, всегда зависть. Ну, может. Просто он так проявляется. То есть, другой сравнялся, ниже тебя стал, и ты злорадствуешь, потому что в каком-то отношении ты там, все воспринимаешь в модусе зависти, да, в сравнении, кто лучше, кто хуже. А тщеславие, тщеславие ведь тоже, тогда получается, коммуникативно, да? Потому что тщеславие, как можно возвыситься, да? Возвыситься можно только над другими. Просто, если ты один, куда возвышаться? Над собой можно возвышаться, но это не тщеславие, над собой. Над собой возвышаться, это гордость. Да? О! О! Над собой возвышаться, это гордость, да? Да, тщеславие, это возвышаться над другими. Как бы там, социально, это уникативно. То есть, гордость, получается, Это символярная эмоция такая, то есть ты гордишься собой, ты всегда же гордишься собой. Можно гордиться другим. С сыном можно гордиться, но потому что сын к тебе отношения имеет, потому что это продолжение тебя, как я говорил. То есть родственники твои, даже можно другом гордиться, но все-таки как-то ты с другом связан, твоя гордость за друга есть на самом деле гордость самого себя, что ты его друг. То есть в гордости всегда присутствует момент гордости за самого себя. Всегда такой оборот идет, что я горжусь своим другом, потому что он мой друг. Как я могу гордиться другим человеком, если я для него никто? Никак. Я могу гордиться собой? Понятно. Я могу гордиться другим человеком только тогда, когда другой человек имеет ко мне отношения. И я как бы в том, что этот другой человек какой-то особый, скажем, этот другой человек чего-то добился, я как друг косвенно принимал участие. Я с ним общался, он меня... Я тут рядом стою. Да, я тут рядом, да. Он со мной общается, он на меня внимание обращает, он меня уважает. Значит, я тоже чего-то достоин. Если я горжусь им, я горжусь собой. Фактически получается. То есть гордость – это всегда гордость за самого себя. А в тщеславии другой момент. В тщеславии человек хочет, чтобы другие признали его, да? Ты не просто тщеславишь и говоришь, что я там лучше всех. А ты хочешь, чтобы и другие это считали. То есть в тщеславии вот есть такой момент постоянного как бы придавливания других. Чтобы другие точно так же признали, что на самом деле я лучше. Ну да, то есть чтобы гордиться другой получается... Еще раз. Другой может выступать в качестве предмета гордости. Я горжусь тем-то, тем-то, тем. Тобой горжусь там, горжусь там сыном, еще. Но не выступая в качестве необходимого структуры элемента, как вот в тщеславии. В тщеславии нужен тот, кто скажет, о, ты прекрасен, ты как бы, ты велик. А ты, о, так, хорошо. Вот. А здесь он не нужен. Ты сам гордишься, как бы, и гордишься. Ты инициируешь это чувство, ты как бы его источник, этого переживания. И никому не обязан его. Причем самое интересное, что в тщеславии проявляется та вот структурная... Поскольку ты из-за того, что другой обязательно необходим структурно, тут проявляется зависимость от другого. Потому что именно поэтому говорят о тщеславии как о своего рода признании того, что ты чувствуешь какой-то в себе недостаток. Потому что почему? Потому что если бы ты просто собой гордился, да, у тебя нет никакого недостатка, тебе другой не нужен, да. Ты самооценил. А если тебе нужен другой, значит, тебе есть недостаток, тебе другой-то нужен. И вот эта вот нужда, она передается, значит, тебе какое-то есть что-то, как бы, да. Когда вот тщеславия как бы указывает на то, что ты в себе как бы что-то не уверен, что на самом деле тебе нужен доказательств, тебе нужен, чтобы пришел другой и тебе самому доказал, что ты вот такой великий и могучий. То есть вот тщеславия, она такая амбивалентная. Если так ты и собой гордишься, но еще и все остальные должны признать. Вот так, может быть? Ты само собой гордишь, но... Еще раз, суть вопроса... И гордый, и тщеславный. Суть вопроса состоит в том, на самом деле, что если ты уверен в себе, да, тщеславие есть вот это неуверенность, а если ты уверен в себе, тебе другой не нужен. Да. Ты как бы и так себя считаешь ценными, И другие, и другие в твоих глазах и так тебя уважают. Да брось ты, ну... Тщеславие перерастает тогда просто в гордость. Да. Потому что, когда ты себя уважаешь безотносительно другого, это ты просто собой гордишься, и тебе уже другой не нужен. То есть, на самом деле, получается, что тщеславие и гордость, они вот как-то живут. Не, ну полезно же, чтобы... Переходят друг друга. Полезно. То есть, тщеславный человек может стать, на конце концов, гордым, понимаешь, и ему уже другие не нужны. Он когда понимает, на самом деле, что другие его ограничивают, потому что он начинает, как бы, становится быть зависим от других, да? То есть, поскольку, как бы, вот, есть некая постоянная нужда в этих других, которые вы славословили, как вот все эти поэты. Все берутся поэты, а вы великий поэт. Вот один, и вы друг другу славословите. Не, не, не так, не так, не так. Мы не так самостоятельно? Не, не, смотри, вот так. Вы великий поэт, он как бы тщеславный, а вы великий, великий поэт, все. Он как бы, в этот момент он тщеславный. А он воспринимает это как само собой разумеется, он гордый. Подожди. А потом так вдруг, все так это посмотрели, подумали, а по-моему, он не великий, в общем, и вообще как бы не поэт. И тут он становится гордым. Вот, понимаешь, да, ваше мнение, и что ты мне не знаешь, я сам себе этом, да. Вот это уже гордость. И у меня всегда возникает обида, кстати, между прочим. Да, да, да. Обида – это всегда единенность, ты правильно говоришь. Почему? Потому что гордый человек, может, ты не нужен, а обида, то есть, отодвинутся. Да, вот. Титуль уже не нужен. Титуль уже не нужен. Прижимаешь к себе какого-то, но говоришь, что ты-то ниже меня, приди ко мне, сделайся поменьше. Знаешь, как раньше? Знаешь, как раньше рисовали в этих, на плитах египетских, там, вот, эти цари, цари, фараоны, они большую витаги ставят, а слуги такие маленькие. Вот так же и здесь. Придите ко мне все маленькие, утруждающиеся обребененные, да, и я вас, типа, там… Подавлю. Подавлю, да. За счет вас буду жить, тщеславица. Тщеславица. Тщеславица ведь есть какой-то вапиризм, да, то есть, как бы, тебе нужны вот эти постоянные возношения. Так, а какие еще бывают, кстати, коммуникативные эмоции, коммуникативные состояния? Не, на самом деле, если честно, более интересны вот эти вот объединенные, типа, гордости и ностальгии. что-то как-то их мало. Гордость, ностальгия, что еще может быть? Кстати, интересно, что, как бы, если, опять же, на Ницше обращать внимание, то вот у него вот этой гордости – это просто… это нечто, конечно. У него никакого тщеславия нет, и это можно просто вычитать его произведением. Но он иногда гордится собой до смешного. Потому что вот в гордости вот есть вот этот момент смешного. Потому что, когда ты себя отъединяешь, когда ты представишь себя в сравнении с другими, ты можешь просто почву под ногами потерять, а когда ты теряешь почву под ногами, то ты становишься… можешь оказаться смешным. То есть, от смешного до великого, там, Ницше, да, вот, из этого разряда. То есть, ты, может быть, как бы, в своих глазах, там, можешь гордиться сколько угодно и считать, что ты великий, да, но люди другие-то этого не понимают. Они-то понимают только то, с чем могут себя сравнить. То есть, в чем тщеславие хорошо тщеславие, оно приземлено. Вот оно стоит плотно на ногах, и другие рядом маленькие находятся, которые словословят, да, и ты… и поэтому в тщеславии, как бы, из-за этой вот приземленности нет вот этого вот смеха, да. Тут, как бы, вроде как бы все серьезно. А в гордости может присутствовать смех. Ты собой гордишься, допустим, ты какой-нибудь монаха спасаешь… Нет, просто… А светские люди над тобой смеются, и ты с ума сходишь. Потому что, если там, как бы, смех, да, в тщеславии, там, получается, что если кто-то там смеется, то, поскольку они все в одной, как бы, системе кабинета, над собой смеешься, получается. Ну, вот, допустим, смеешься над ним, да, но вы, как бы, все в одной системе, а вот этот вот, который гордится собой, он, как бы, как бы… Он единён, он в другой системе. Он в другой системе. Вот над ним легко смеяться. Ну, например… Ну, например… Потому что смех над ним не задевает тебя. Да, да. Вот какой-то там монах, ты над ним смеешься, потому что – «ты светский человек». Ты не понимаешь его, да, ты светский человек, ты его не понимаешь. Чем могут заниматься человек там, сидеть, в своей килии и молиться. Ну, это же сумасшествие. Ну, может быть, монах не очень хороший, может, он с собой и не гордится, может, он как раз с этим борется. Но в каком отношении человек занимается, допустим, наукой, да, сидит в тишине кабинета у него там, а другой какой-нибудь где-то человек, который привык там гулять, да, там, вести светскую такую разуховестную жизнь, да он просто, для него это смешно, как это может с своими днями сидеть там в пыли кабинета. Ну, ученый может с собой бесконечно гордиться, он будет говорить, вы, людишки, там, прожигаете свою жизнь. Да. А вот я там, типа, великий человек.